Спасибо большое за приглашение. Это мой первый визит в Казань. Никогда у вас в городе не была, только вот жила слухами и мыслями о том, что это за город, какие ассоциации возникают у простых обывателей. У меня была замечательная экскурсия по вашему музею. Это было волшебное время. Еще раз большое спасибо даме руководительницы. У меня на сегодняшний день два таких самых ярких момента. Это ваш лицей, IT-лицей и экскурсия по музею. И ваши стулья. Аудитория с разными стульями, со слоями, это потрясающе. Я прошу прощения. Возможно, будут какие-то технические неполадки, потому что здания новые. Интернет, к сожалению, у нас здесь пока в процессе становления. Здание старое. Идет строительство соседних квартир. Ремонт. Мне уже тоже показали. Я здесь сегодня присутствую, наверное, в двух качествах. С одной стороны, да, я региональный директор компании КЕС по Восточной Европе и Центральной Азии и занимаюсь такой, можно сказать, просвещенческой миссией в регионе, отвечая на вопросы университетов. С другой стороны, как единственная россиянка в компании КЕС эгоистично заинтересована в том, чтобы наши университеты получали, скажем так, максимально возможные объективные представления в рейтингах. Задачи, которые были передо мной поставлены. Следующее. Первое. Дать общее понимание, что такое есть КЕС и почему мы берем на себя смелость оценивать университеты. Второе. Пояснить разницу в методиках, разъяснить вот эти вот разницы между рейтингами, кто что замеряет, как читать результаты и прочее. И третье. Рассмотреть потенциальные точки роста для Казанского федерального университета, что мы можем сделать сейчас, чтобы в течение двух-трех последующих лет результаты в международных системах улучшались. Мы тесно сотрудничаем с командой 5100. И здесь, возможно, прозвучит несколько странно от представителей компании КЕС. С господином Ливановым мы это не раз обсуждали. Александр Повалков также знает мое мнение. Проект прекрасный, но относиться к нему стоит, на мой взгляд, из серии «Не догоним, так согреемся». Потому что поставленная задача по вхождению пяти российских университетов в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году, как это поликорректно выразится, малореализуемая. В первую очередь, потому что ни один из университетов, в которые входят сейчас в топ-100, ни разу не находился ниже 200-го места. Соответственно, как вы сами понимаете, двигаясь с 500-х, 600-х мест в топ-100, концентрация, плотность конкуренции ужесточается. И университет должен быть действительно неким прорывным в своей деятельности, то, что мы видим у многих азиатов. Удастся ли это россиянам или нет? Нет. Персонально, лично я сомневаюсь. Но, тем не менее, проект 5-100, безусловно, является великолепнейшим стимулом для того, чтобы помочь российским университетам успешно конкурировать на международной арене. Плюс то, что, на мой взгляд, российский университет умеет делать не очень хорошо до сих пор, это научиться себя хвалить. И, возможно, прозвучить несколько цинично, научиться продавать себя. У каждого университета есть масса интересных историй, есть масса прекрасных исследований, открытий, студенческих проектов, выпускников. Вы о них знаете. Руководство о них знает. Местная пресса о них, вероятно, знает. Хочется верить, что знает. Но, как только мы начинаем двигаться чуть дальше от университета, выходим за пределы региона, страны, возможно, области знаний, тишина. Мы не умеем себя хвалить. Чуть-чуть сегодня тоже это затронем. Как мы можем это сделать? Мне был любезно предоставлен час. Я постараюсь очень-очень быстро пробежать по основным вопросам, чтобы оставить немного времени на вопросы-ответы. Если появятся вопросы, хорошо, не появится, мой контакт будет у вас в доступе в любой момент, когда такие вопросы или комментарии появятся. Пожалуйста, обращайтесь, я буду стараться оперативно отвечать. Можно, да? Все у нас синхронизировались. Что касается компании КЕС, в России она знает в первую очередь как авторов рейтингов. На самом деле компания существует более 20 лет. Изначально мы выросли из издательского дома, издавали журналы для студентов по развитию карьеры через образование и выставочный бизнес. Ежегодно мы проводим более 200 выставок магистрских, бакалаврских и MBA программ по всему миру. То есть если вдруг в какой-то момент Казанский федеральный университет желает рекрутировать больше студентов на свои магистрские программы из, скажем, Индонезии, Чили, Южной Африки, Франции, обращайтесь, мы вас туда привезем, научим, покажем, дадим контакты местных журналистов. Все это вот, это то, чем мы занимаемся. То есть КС является некой информационной платформой, которая предоставляет максимально аккуратную, достоверную информацию как для университетов по собственному продвижению, так и для молодежи. Наша мота, наш девиз – это предоставление информации, это помощь мотивированным молодым людям в построении международной карьеры через возможности образования. И, соответственно, отсюда идут все движения. Кто наша целевая аудитория, с кем мы взаимодействуем? Практически со всеми игроками карьерно-образовательного рынка. То есть это не только университеты, которые являются производителями знаний, производителями трудовой силы, выпускников, студентов, но и компании-работодатели, которые обращаются к нам за консультациями, когда речь идет о тех или иных выпускниках. Это и журналисты, которым нужна статистика, комментарии, рекомендации, еще что-то. И вот здесь очень важно для нас обладать всей полнотой информации о тех университетах, с которыми мы сотрудничаем. Скажите, пожалуйста, а в аудитории присутствует человек, который отвечает за связь университета с внешним миром? PR, маркетинг, media relations. Так, вот-вот-вот, значит, будем с вами общаться. Почему важно для меня? Когда мы получаем журналистские запросы, они говорят, срочно, послезавтра сдаю Handelsblatt статью, нужны какие-то интересные примеры, связанные с, допустим, инженерным образованием. Естественно, моя первая реакция – поставить журналистов в контакт с тем университетом, где я знаю, либо есть интересные проекты, либо который сможет мне оперативно обеспечить контакт выпускника, который сможет с этим журналистом пообщаться. Соответственно, чем лучше я знаю вас, тем проще мне обеспечить вам PR через журналистов. Можно разбирать каждый из этих блоков. Я думаю, они, в принципе, сами за себя говорят. На что хочу обратить ваше внимание, и то, что, на мой взгляд, также является потенциальной точкой роста для КФУ – это взаимоотношения с выпускниками, взаимоотношения с работодателями. Я пыталась найти информацию на сайте, но сегодня в течение буквально получасовой беседы я узнала гораздо больше, чем за 2-3 часа изучения информации о вашем волшебном университете в сети интернет. Соответственно, люди, отвечающие за представление информации на сайте, тоже – давайте общаться, давайте дружить, будем делать это наполнение адекватным содержанием. По активностям КИЭС мы прекрасны и замечательны, не буду тратить на это время, лишь скажу по статистике, чем конкретно мы занимаемся. Уже упомянутые рейтинги, издательское дело, выставки, исследовательское направление, то есть все, что относится к Data Management, Data Collection, Data Analysis, конференции, мероприятия. Кто-то из вас, возможно, слышал про наши азиатские конференции Asia Pacific Professional Leaders of Education, где собираются игроки рынка с тем, чтобы наладить контакты и взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Штатах мы ежегодно проводим такой Оскар от образования, Reimagine Education, приглашаю также и Российский университет участвовать, это новые технологии в образовании, где представителями компаний Google, Apple и прочих лидеров выбираются новые интересные технологии, которые вузы используют в своей практике. И, наверное, что очень важно, это онлайн solution. У нас великолепнейший есть отдел по онлайн решениям для университетов. Масса полезных исследований выложена совершенно бесплатно на сайте. Как оптимизировать сайт под поисковые машины? Как взаимодействовать со студентами из Латинской Америки? На что ориентированы студенты, заинтересованные в карьерах, в инженерном деле? Вся эта информация есть в открытом доступе, пожалуйста, пользуйтесь. Она есть, она полезна. Почему мы с удовольствием и с таким трепетом, потому что все-таки большая ответственность, слушаем, когда КС называют влиятельным рейтингом? Потому что во многих регионах мира, сейчас практически по всему земному шару, рейтинг, который изначально у нас родился как запрос на ответ студентов, в первую очередь, о какой же университет выбрать и как выбрать университет, становится все более важным фактором для принятия решений как студентами, так и правительствами, так и самими университетами в своих стратегических решениях. И то, о чем я чуть раньше говорила, почему ваше электронное представительство так важно. Цифра 7389 – это место популярности нашего сайта в сети интернет. Вы можете себе представить не то, что тысячи, а сотни тысяч, если не миллионы сайтов вообще всяких разных сетей интернет. По версии Алекса, это интернет-счетчик всех сайтов, мы входим в 7 тысяч самых популярных интернет-сайтов. Посещаемость нашего сайта Top University в прошлом году составила 45 миллионов пользователей. На этот год у нас стоит задача побить цифру в 50 миллионов. Соответственно, для вас, как для университета, это та площадка, где вы можете подавать свою информацию. При этом, обращая ваше внимание, пока, опять же, мои коммерческие директора не слышат, масса возможностей есть бесплатных. Да, есть платные опции, это прекрасно, но такие вещи, как история успехов ваших выпускников, интервью с работодателями, международниками, которые знакомы с университетом, комментарии в статьях, это все те опции, которые по уровню вызываемого доверия читателям весят больше, чем любая реклама или официальная какая-то информация формального характера. Потому что, сами понимаете, редакторской статье доверяют больше, чем рекламе. Поэтому призываю всячески этими возможностями пользоваться. Прочая статистика. Глобальный рейтинг ЕС. Каждый год выходит в сентябре, обычно мы анонсируем результаты во время европейской конференции и АИ. Очень часто нам задают вопрос, а вот как же вы выстраиваете сравнение? Любой рейтинг, университетский рейтинг, это не абсолютная, а относительная система. То есть, что делается? Каждый год собирается информация с университетов. Вы видите, более 3,5 тысяч университетов мы обрабатываем. Они вот так в одном мешке собираются, перетряхиваются. Из них выбирается лучший на данный момент анализа. И он принимается как точку отсчета. То есть, лучший университет 2016 года совсем не обязательно сопоставим с лучшим университетом 2013 года. Он будет другим. Соответственно, изменяется точка отсчета. Поэтому даже для того, чтобы оставаться на одном месте в рейтинге, чтобы занимать одну и ту же позицию, нужно очень быстро бежать, чтобы стоять на одном месте. Потому что конкуренты, подпирающие вас снизу, те же азиатские университеты, индийские университеты, где сейчас начата весьма серьезная кампания по продвижению национальных университетов, вкладывают очень большие ресурсы в международное продвижение. 3,5 тысячи университетов мы обрабатываем. Из них почти 900 входят в финальный рейтинг. 890 университетов. И предмет моей личной гордости 21 российский университет в 2015 году вошел в финальные результаты. Когда я начинала заниматься этим вопросом в 2009 году, присутствовало лишь 5 российских университетов. Соответственно, вы можете понять, почему я этим так горжусь. Это достижения коллективные, когда рынок проснулся, когда университеты стали, наконец, быть заинтересованы в том, чтобы хвалить себя не только внутри, но и для всего мира. Ну и плюс все-таки стирание границ. Какие бы политические, экономические потрясения ни случались, границы стираются. Соответственно, международная мобильность академическая как на уровне профессуры, науки, исследований, так и на уровне студентов имеет место быть. Очень важно университетам быть частью этого процесса, чтобы из него не вылететь. Странно, где наши результаты используются. Нет ни одного идеального рейтинга в природе. Его просто не существует. Любой университет – это слишком многофасеточное образование для того, чтобы его можно было оценить однозначно. Когда мы проводили фокус-группы по всему миру со студентами, поступающими на магистрские программы, и просили их перечислить в порядке убывания те факторы, по которым они оценивают для себя вузы, вот вы можете видеть, что получилось. На первом месте – качество преподавания. Вот этот большой зеленый пирог – 58%. Но как измерить этот показатель? В идеальной картине мира эксперты должны были бы приехать в каждый из университетов, прослушать каждый из курсов, иметь возможность их сравнить. Мы с вами понимаем, что задача нереальная. Физически она невыполнима. И к тому же делать это надо каждый год. Соответственно, здесь берется аппроксимированный индикатор, такой как соотношение студента и преподавателя. Делается допущение, что чем меньше студентов приходится на одного преподавателя, тем более качественно идет взаимодействие между ними. Соответственно, тем более качественное образование получают ребята. По этому показателю, как КФУ, так и прочие российские университеты чувствуют себя очень хорошо. Здесь делать вам ничего не надо. Я знаю, что министерство периодически фонтанирует разного рода идеями по поводу изменений. В нашем случае можно допускать определенную гибкость. У вас еще есть запас прочности. Не трогаем критерий. Тем более, что для многих российских университетов он играет роль такого втягивателя в рейтинге. Он весит 20% в общей системе оценок в глобальном рейтинге. Однако, когда мы начинаем двигаться дальше, мы начинаем сталкиваться с определенными трудностями. Репутация университета среди работодателей. К сожалению, тот показатель, по которому КФУ может выступать гораздо лучше, не просто чуть лучше, чем сейчас, а гораздо лучше, чем сейчас. Но связано это не столько с деятельностью университета, сколько с общей пассивностью наших уважаемых коллег-работодателей. Не развито в Восточной Европе на постсоветском пространстве такое некое чувство социальной ответственности, что когда просят твоего мнения, нужно им поделиться. Когда мы обзваниваем респондентов, которые получили от нас уже два письма, начали даже кто-то заполнять, но бросили, мы говорим, ну пожалуйста, 8 минут вашего времени, что вам стоит. Варианты ответов обычно, я не верю, что мое мнение что-то изменит. Мне нужно уточнить, что думает мое начальство, вдруг мое мнение, не дай бог, будет с ним расходиться. И аргументы, что все данные используются в агрегированном виде, и данные о респондентах, и ответы респондентов – это две разные базы, которые даже мы не можем соотнести, если бы хотели, специально для объективности не воспринимаются. И в целом общая инертность. Поэтому если вот вы, каждый из вас, да, имеет доступ, а наверняка вы взаимодействуете и со своими выпускниками, и с партнерами из индустрии, сможете пригласить одного, двух, трех работодателей принять участие в вопросе, это уже будет прекрасно, потому что счет действительно, к сожалению, в России до сих пор идет на единицы. Не на сотни ответов, как, скажем, в случае США или Западной Европы, но, к сожалению, на единицы. Прочие показатели, такие как трудоустройство, долю трудоустроенных для России и для, не будем лукавить, многих стран, развивающихся, невозможно измерить. Мы можем использовать лишь те данные, за достоверность которых мы ручаемся. В нашем случае, поправьте, если я ошибусь, но университет далеко не всегда имеет аккуратную информацию о том, где находятся его выпускники через 6, 12, 20 месяцев по окончанию университета. Да, сейчас министерство инициировало предоставление данных через пенсионный фонд. Но мы все с вами понимаем, что даже это не будет стопроцентно аккуратной информацией. Более того, во многих странах подобных механизмов просто не существует. Поэтому, к сожалению, данный индикатор мы не можем измерить. Но, соответственно, мы снова обращаемся к репутации университета среди работодателей и через него, надеемся, оценить удовлетворенность работодателям и выпускниками тех или иных вузов. Отдельно хочу остановиться на вот этих двух показателях – академическая репутация и исследовательская деятельность. Надо сказать, что за последние 5 лет успех университета в исследовательской деятельности набирает все больше и больше вес. Нельзя сказать, что революционно, как-то там с 10 сразу до 30%, но по 1-2% он растет. То есть у молодежи все больше интерес вызывает академические карьеры. Соответственно, наша с вами задача – достойно и интересно, завлекательно показать на своем сайте все возможности, которые университет представляет для развития карьеры не только в бизнесе, предпринимательстве, госструктурах, но и с точки зрения исследовательской деятельности. А вот, на ваш взгляд, что здесь работает лучше всего, как вдохновитель для будущих студентов, особенно международных студентов? Какие есть варианты, идеи? Постдоке, да, совершенно верно. Но самым вдохновительным и по замерам Google, и по нашим наблюдениям – это реальный кейс-старис. То есть, когда мы берем и говорим, вот, там, Джон Смит, он из такой-то страны приехал к нам на такой-то проект, вот его достижения, вот где он сейчас работает, дальше идет интервью этого самого Джона Смита. Именно поэтому для университетов так важно иметь хорошо налаженную систему взаимодействия с международными студентами отдельно, и alumni relations, то есть, ваше взаимодействие с выпускниками будет вашим вот таким капиталом, который вы можете использовать в самых разных направлениях деятельности. Давайте двигаться вперед. На сегодняшний день мы все знаем, что интернационализация – процесс неостановимый. Доля иностранных, точнее, как доля студентов, получающих образование за пределами своей страны, неуклонно растет из года в год. И если раньше мне очень часто говорили, ну, как Россия может следовать вот этой вот возрастающей кривой, да, у нас обучение на русском языке, а там все надо на английском, пример очень простой – Китай. В 2004-2005 годах, по данным ОСД, там обучалось всего лишь порядка 50 тысяч иностранных студентов в университетах Китая. На 2012 год эта сумма зашкаливала за 250 тысяч, при том, что количество программ обучения на английском языке, да, оно действительно увеличилось, но не в прямой корреляции с количеством студентов. Что изменилось? Китай ведет очень активную политику по экспорту своего образования, по экспорту интересных карьер, интересных историй. Достаточно посмотреть на историю пекинских университетов, на историю, ну, не обязательно Китая, да, вот возьмем Шанхай, Сингапур, Гонконг, вот весь этот блок. Это регионы, привлекательные для будущих карьер. И, соответственно, очень многие студенты, которые раньше смотрели только на Европу или Северную Америку, начинают рассматривать для себя Азию как потенциальный study and research destination. Я склонна предположить, что среди всех тех людей, кто едет на обучение в Азию, есть определенный процент, который при наличии достоверной, актуальной, интересной информации с таким же успехом могут поехать на учебу и в Россию. Особенно это касается традиционно сильных для нас областей знаний, таких как естественные науки и технические науки. Что имеет значение для международных студентов? Наверное, этот блок особо подробно рассматривать не будем. Он интересен, в первую очередь, тем, кто занимается международным рекрутингом для университета. Насколько я представляю, сейчас эта задача решается относительно успешно. Обратим лишь внимание на предпочтение студентов разных регионов. Когда мы задавали вопрос, какие рейтинги для вас важны при принятии решения, с какой информацией вы работаете при выборе, обратите, пожалуйста, внимание, что практически везде по всему миру предметные рейтинги, то есть рейтинг моей специальности является более важным, более интересным. Это вот синенькие элементы, чем общие рейтинги, красные элементы. Соответственно, для нас важно понимать, что да, есть майские указы 2012 года, но есть также и здравый смысл. Соответственно, если мы хотим выстраивать свою репутацию, предметные рейтинги для нас важны не меньше, а то и больше, чем глобальные рейтинги. У вас есть подписка на волшебный инструмент SciVal. Ваша задача – идентифицировать свои сильные зоны и именно их и продвигать. Причем продвигать не только среди студентов, но и в международном академическом сообществе. И я сейчас говорю не только про большие B2B мероприятия вроде NAVSA или EIAE, но и специфические отраслевые мероприятия, такие как, допустим, Союз математика в Северной Америке, международная ассоциация с лучшими умами. Соответственно, если эта тема имеет отношение к нашим сильным сторонам, мы должны там участвовать, причем не просто тихим сидением и слушанием, но активным участием и выступлением. Надо отметить, что весьма яркий результат проекта 5.100 заключается в том, что начиная с 2012 года российские университеты наконец-то стали выступать на международных конференциях. Если раньше наше участие, как правило, в большинстве случаев сводилось именно к такому, к тихому сидению и слушанию, наконец-то россияне стали рассказывать о своих достижениях более активно и более регулярно. Я целиком полностью вдохновляю и прошу вас делать это как можно чаще. Ну и дальше идет то же самое сравнение уже на уровне не только глобальных рейтингов, но и национальные рейтинги, региональные и глобальные. Опять же, глобальные рейтинги, синяя часть вот этих вот элементов, имеют гораздо больший вес, чем национальные рейтинги. Здесь же, подчеркиваю, мы ведем речь лишь о тех студентах, которые заинтересованы в международной мобильности, в том, чтобы потенциально в будущем иметь возможность работать не только в своей стране, но и за ее пределами. Это тоже статистик, которую можно потом изучить. Вот. Некое, как это, ушат холодной воды. Замечательно и прекрасно, что министерство поддерживает идею интенсификации участия университетов в международных рейтингах, но очень важно, чтобы не возникла ситуация, когда мы за деревьями не видим леса. Не может университет ставить продвижение в рейтингах во главу угла. Это не является целью деятельности университета ни в коем случае. Это лишь термометр, который замеряет ваши успехи. Главная задача университета – это все-таки генерация нового знания, генерация экономически активного, молодого, трудоспособного населения, но рейтинги замеряют. Поэтому я не думаю, что это кейс вашего университета, это не случай многих российских университетов, но, к сожалению, иногда мы видим желание подменить вот эту гонку за местом в рейтинге некими построениями потемкинских деревень. Пожалуйста, не надо, это никому не нужно. Это не нужно ни вам, ни нам, ни вашим студентам. Возможно, это нужно лишь министерству, но и тоже. Для галочки и ненадолго. Какие же рейтинги на сегодняшний день можно и нужно рассматривать? Опять же, как для университета, участвующего в проекте 5.100, наверняка вы с этим не раз знакомились уже. Есть у нас, вот здесь они идут по хронологии возникновения самый первый, самый старый рейтинг 2003 года, академический рейтинг шанхайский. Я знаю, что с коллегами вы довольно тесно сотрудничаете. Наукометрический рейтинг замеряет исключительно активность вузов в исследовательской деятельности, в публикационной активности. Это самый стабильный рейтинг, самый сложный для попадания, самый сложный для продвижения. Сейчас они начинают диверсифицироваться, тоже добавляют разные специфические рейтинги, что прекрасно, потому что это является очень хорошим стимулом для наших университетов. Но по вероятности выполнения программы 5.100 по вхождению в топ-100, я думаю, все мы согласились, что это крайне маловероятно. Наш рейтинг вышел на год позже, в 2004 году он вышел в первый раз. Да, мы также учитываем наукометрические показатели, это индекс цитирования в первую очередь. Но мы до сих пор остаемся единственным рейтингом, который замеряет мнение работодателя. Потому что мы считаем, что компании, работодатели, это также один из игроков рынка, мнение которых важно для университетов, для того, чтобы вузы могли выстраивать свои траектории развития. Нас за это очень часто упрекают, говорят, что нет, вузы это о высоком, мы про исследования, мы про Blue Sky, а вы здесь, вот нам какое-то мнение работодателей позволяет влиять на наши позиции. Тем не менее, мы остаемся при своем мнении, работодатели важны. И то, как университет работает с работодателями, также является показателем того, насколько вуз ориентирован на вот эту международную конкурентоспособность. Опять же, преломляя это в сторону практического среза, есть на сайте с чем поработать. Есть масса возможностей, как вы можете показать, все разнообразие карьер, которые открываются перед вашими выпускниками через тех работодателей, с которыми вы сотрудничаете по разным проектам. Я имею в виду не только R&D, но и по вопросам трудоустройства. Webometrics, включенный здесь, это не тот рейтинг, который рассматривают, как правило, на одном уровне с международными академическими рейтинками. Это самый волатильный рейтинг. Он замеряет не столько рейтинг университетов, сколько рейтинг сайтов университетов. На него проще всего воздействовать, в нем проще всего продвинуться. Если в прошлом это имело весьма второстепенное значение исключительно для университетов, на сегодняшний день, когда результаты Webometrics используются как один из индикаторов в других рейтингах, в частности в региональных рейтингах, к нему стоит присмотреться поближе и, возможно, опять же, поработать над своим сайтом, над репозиторием, над прочими элементами, с тем, чтобы вырасти в Webometrics, вырасти и в региональных рейтингах. И, наконец, самый молодой рейтинг Times High Education. Пожалуйста, не называйте его рейтингом Times, потому что издание Times High Education не имеет ничего общего с изданием The Times. Это по аналогии как «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Слова звучат похоже, содержания абсолютно разные. Здесь то же самое, это абсолютно разные издательские дома. Соответственно, самый молодой рейтинг, самый молодой методологии. Много показателей используют, 13. Из года в год они иногда веса колеблется. Работать с ними можно и нужно, учитывая, что российский министерство имеет трехлетний контракт сотрудничества с этим изданием. Соответственно, новые рейтинги, запускаемые изданием, во многом являются тем инструментом, где российским вузам можно двигаться. Говоря про глобальный рейтинг, опять же, элементы, полагаю, знакомы всем. Мы разделяем индикаторы на количественный и качественный. Верхний блок – это качественный, это академическая репутация и репутация среди работодателей. Каждый из вас здесь присутствующих может оказать влияние на позиции своего университета в глобальном рейтинге QS. Вы ежегодно, не знаю, насколько это делается на таком уровне всего университета, присылаете нам рекомендованных экспертов. Вот скажите, на сегодняшний день, за последние четыре месяца, кто из вас подавал списки рекомендованных экспертов для передачи в QS? Если можно поднять ручку. А-а-а! Еще есть время. Еще есть целых две недели. Пожалуйста, если вы участвовали в каких-то международных конференциях, если у вас есть исследовательские проекты, если у вас есть просто хорошие друзья, знакомые, коллеги из других университетов, а в первую очередь из университетов других стран, у команды, которая отвечает за рейтинг, есть табличка. Я буду просить, если можно, эту табличку разослать по университету еще раз, чтобы в стандартной форме вы бы смогли рекомендовать нам вот этих вот своих коллег, запросив, конечно, в первую очередь у них разрешение, рекомендовать их нам как экспертов, а мы, в свою очередь, пригласим их поделиться мнением о лучших университетах мира с надеждой, что они, вероятно, упомянут и некий российский университет, находящийся в городе Казань. На что хочу обратить ваше внимание? Категорически, ни под каким соусом не пишите, пожалуйста, в имейлах либо в какой иной коммуникации, которая имеет след, фразы из серии «Не могли бы вы, пожалуйста, проголосовать за наш университет?» Как только такая фраза где-то фиксируется, это рассматривается нами как попытка влияния на мнение эксперта. Соответственно, после первого случая университету делается предупреждение, после второго случая все результаты экспертных опросов, которые университет набрал за этот год, обнуляются. А учитывая, что академическая репутация либо репутация среди работодателей это аккумулята за пять лет, этот ноль будет аукаться вам еще довольно долго. Для тех, кто отслеживает тему, в прошлом году подобный скандал был в Ирландии, где ведущий университет страны, к сожалению, получил от нас ноль, потому что один из сотрудников университета рассылал коллегам из других вузов именно такое письмо, что «Пожалуйста, проголосуйте за нас, это очень важно для нашего позиционирования». И как это ни прискорбно, как это ни трагично, мы были вынуждены данные обнулить, и в результате теперь ведущий университет Ирландии имеет такой весьма неаккуратный просад по одному из индикаторов. Поэтому, пожалуйста, будьте очень аккуратны. Знаете, как у нас? Все тайное становится явным. Даже если вы уверены, что человек, которому вы отправляете это письмо, это ваш лучший друг и никуда его не перешлет, рано или поздно это всплывет. И, к сожалению, на постсоветском пространстве подобные казусы у нас каждый год случаются. Не только в среднеазиатских странах, Казахстан особенно этим славен, но и среди российских университетов. То же самое относится к работодателям. Но полагаю, что здесь тоже, если я попрошу поднять руки, если кто-то рекомендовал работодатель, наверное, тоже их будет мало или не будет. Видите? Мы выделили с вами сразу две точки потенциального роста. Подавали? Но вы же их собираете... Простите, вы имеете в виду подаем от себя или по всему университету кидаете клич, собираете и потом подаете? Да, но каждый из вас как-то вовлечен в это или нет? Мне просто важно понимать, что контакты, которые обычно имеют, например, карьерный центр, они прекрасны, и они помогают и работают. Но любой завкафедрой, декан, директор, президент, кто угодно, глава лаборатории также имеют свои контакты, которые могут помочь в данном процессе. Если вы в этом процессе участвовали, прекрасно. Если еще не участвовали, в ближайшие две недели еще можно это успеть сделать. Даже если вы подадите рекомендованные контакты чуть позже этого срока, не страшно. Возможно, они не будут использованы для данных 2016 года, но они будут использованы, соответственно, для данных 2017 года. Эксперт опрашивается лишь один раз в год, и его ответ используется, соответственно, в следующие 12 месяцев. Количественные показатели, опять же, все достаточно ясно. Если какие-то есть вопросы, потом задавайте. Но, полагаю, здесь аудитория достаточно подкованная. У вас какой-то вопрос? Я бы сказала, а если, например, есть совместная коммуникация с урежными коллегами, их не надо рекомендовать? Надо, нужно. Именно они с большей вероятностью вспомнят про ваш университет, чем некий человек, с которым вы познакомились на конференции, и никаких дел не имели. Я хотела бы предупредить, что когда мы стали участвовать в этот день, ваш университет у нас запрашивал, и отсылали, не стесняйтесь поднимать руку, видите, а то такая тишина, и у меня сердце ёкает, думаю, неужели, неужели не подали? У каждого университета есть возможность подать до 400 контактов в год, и, соответственно, на мой взгляд, это та возможность, которой стоит пользоваться всегда, когда она предоставляется. очень интересный показатель доли интернационализации, доли иностранных студентов, доли иностранных профессоров. Довольно регулярно университеты говорят, ну, если мы сейчас купим пару американцев, и наши позиции от этого скакнут наверх? К сожалению, нет, не скакнут, потому что, во-первых, вес этого индикатора достаточно небольшой, вы сами можете видеть глобально в рейтинге лишь по 5%, и, во-вторых, есть определенное расхождение в том, кого мы считаем сотрудником. Во многих российских университетах развита практика приглашенных профессоров на две недели, три недели отчитал серию лекций и вернулся. Мы их не можем рассматривать как ваших сотрудников. Рассматриваются лишь те люди, с которыми есть договора, которые работают у вас на кампусе, проводят время физически как минимум семестр. То есть, именно является сотрудником, потому что мы не верим, что люди, которые приехали на 2-3 недели или даже пару месяцев, могут внести достойный вклад или значимый вклад в научную либо преподавательскую деятельность университета. Лишь более длительное присутствие на кампусе позволяет действительно отнести этого человека к сотрудникам вуза. То же самое относится к студентам. Мы не рассматриваем студентов по обмену, но мы рассматриваем тех студентов, то, что называется degree students, которые приезжают сюда на бакалавриат, магистратуру и прочее. Что было нового в 2015 году? Долгое время мы гордились тем, что мы были вторым по стабильности после шанхайского рейтинга, который не менял методологию. Так и у нас. Первые десятилетия мы не меняли свою методологию. Но все эти годы, разумеется, шла обратная связь с рынка, шли комментарии от университетов. И в первую очередь комментарии были о том, что наши рейтинги излишне благоволят как университетам технической и естественно научной направленности. Это было действительно так, потому что, когда мы брали ноукуметрические показатели, в частности, индекс цитирования, мы замеряли их, как бы универсальный срез делали. Тогда, как мы все с вами знаем, что естественные технические науки генерят гораздо больше публикаций, гораздо больше цитирований, чем, скажем, Arts and Humanities или Social Studies. Соответственно, в прошлом году после полутора лет обсуждений мы применили нормализацию. С одной стороны, совершенно печальную и чудовищную для тех университетов, кто выезжал во многом за счет медицинских школ, инженерных школ. Но, на наш взгляд, отражающие более объективную ситуацию с классическими университетами по всему миру. Чуть позже покажу, почему. Мы также ввели определенный лимит на количество институциональных соавторов. И если в прошлом году была установлена шапка в 10 институциональных соавторов, которая, очевидно, некорректна для, например, тех же физических наук или математических наук, и в этом году это нашло свое отражение в том, что мы сделали ее гибкой в зависимости от общего количества публикаций каждой из областей знаний. Чуть позже покажу это наглядно. Таким образом, мы отсекаем статьи с огромным количеством институциональных аффилиаций, таких как, например, исследование ЦЕРНа, справочная информация разного рода, где вклад каждого отдельно взятого университета довольно сложно оценить. Остальные элементы оказали менее драматическое воздействие на результаты, продлили кумуляту, если раньше, как я уже упоминала, мнение работодателей, мнение академического сообщества аккумулировалось за три года, сейчас мы ее взяли за пять лет, где голоса четвертого, пятого года весят меньше, чем голоса первого, второго, третьего года, но, тем не менее, также имеет значение. Что это дало? В краткосрочной перспективе университеты, недавно присоединившиеся к вот этой вот рейтинговой игре, чуть-чуть проиграли, потому что они потеряли порядка 15% от веса в данном показателе, но у них идет сейчас период накопления голосов, соответственно, через года-два это все выровняется. И последний элемент, также не оказавший особого воздействия, это исключение ряда публикаций из анализа скопуса. То есть мы по-прежнему оставляем все научные материалы, но мы убрали, например, описание конференции, письма, записки, которые включаются, идентифицируются в скопусе, но не несут реального научного вклада. Когда нас упрекают в том, что мы внесли изменения в методологию совершенно внезапно, на самом деле, публичная дискуссия ввелась еще с 2014 года, сайт iu.qs.com, заходите, там все это есть, в разделе блоков, присоединяйтесь. Мы всегда благодарны за комментарии любого рода, так как во многом именно благодаря им подобные изменения были внесены. Соответственно, по мнению экспертов, 44 тысячи с лишним мнение работодателей было обработано в прошлом году, более 76 тысяч мнений академического сообщества было обработано. К сожалению, по России статистика весьма печальна, если мы говорим о доле наших ответов в общих элементах. Скопус, ну, собственно, здесь все и так ясно. Вот, пример того, почему мы установили шапку по институциональным аффиляциям. Вы можете видеть, как одна статья, имеющая почти 2000 цитат, имеет вот такое вот совершенно колоссальное количество соавторов. Причем мы не ставим шапку на физические соавторства, мы ставим шапку, наверное, шапка не совсем правильное слово на русском языке, да, лимит, кап. Да, ну, вот как верхняя граница, ограничение, вот, ограничение, корректное слово. Мы ставим ограничение именно на институциональных соавторов, то есть если это 100 человек из 5 институтов, это нормально, но если это 100 человек из 100 институтов, соответственно, это уже отсекается. На сегодняшний день, после того, как в 2015 году было использовано вот этот вот общий плоский лимит в 10 институциональных аффилиаций, было понятно, что это неправильное решение, было принято решение установить вот это вот снятие в 0,1% от наиболее популярных публикаций в каждой, соответственно, области знаний. Таким образом удаляется лишь минимальное количество наиболее цитируемых статей, и я надеюсь, что для таких областей знаний, как естественные науки и технические науки, это вернет их сильные позиции, хотя по-прежнему справочные материалы, вот подобные публикациям ЦЕРНа, не будут учитываться. То есть сейчас из анализа скопуса исключаются статьи, которые имеют не более 0,1% от наиболее часто цитируемых статей в данной области знаний. То есть есть некая статья, допустим, в Arts and Humanities, ну, в Arts and Humanities нерелевантно, в естественных науках, она цитируется гораздо больше, чем все остальные. Берется самая популярная статья, и от нее отчитывается 0,1% от всех публикаций данной области знаний. Скопус позволяет группировать статьи по принадлежности, то есть по областям знаний и по специальностям. Соответственно, в данном случае мы берем по областям знаний, вот эти вот пять областей знаний, и из нее убираем 0,1% самых цитируемых материалов. Does it make sense? Good. Собственно, объяснение, почему то, что мы сделали в прошлом году для КФУ, на самом деле явилось позитивным сдвижком, в отличие от несчастных физтехов и МИФИ, которые выезжали за счет своих статей в естественных науках и технических. По индексу цитирования вы видите, что науки о жизни и медицине впереди планеты всей. 49% на них приходилось. На гуманитарные науки 1%. Но если посмотреть на статистику по количеству обучающихся всего в мире по студентам, картина обратно пропорциональная. Более 50% студентов всего в мире обучается именно по Arts and Humanities. Соответственно, для того, чтобы привести вот этот наукометрический показатель в более-менее адекватную связь с реальностью, была приведена вот эта вот нормализация. Вот то, как мы раньше видели индекс цитирования по скопусу, где зеленое поле это науки о жизни и медицине, а Arts and Humanities вы вот здесь практически не видите. Вот они маленький-маленький синий блок. После же нормализации вы видите более нормальное распределение по всем областям знаний. И если мы говорим про цифры, рост с 1% до 17% при подобной нормализации играет на руку как классическим университетам, так и тем вузам, что имеют публикации в первую очередь в социогуманитарных направлениях. Собственно, с чем я вас и поздравляю, так как для вас это имеет весьма серьезное значение. Вечный спор между Киасовым и Калимориным в области education биологи начнут переходить. Я думаю, что это весьма отложенный эффект будет иметь. Но выравнивание, да, видим. Был 1% стало 15, было 17%, стало 23, было 51, непропорционально высокий вес стало 26% и так далее. То есть вот эта картина не благотворит техническим, естественно, научным, узкоспециализированным университетам, но позволяет показать себя более объективно классическим университетам. — Повышающий коэффициент или понижающий? — Еще раз, пожалуйста. — Принцип нормализации — Коэффициент какой должен владеться? Повышающий или понижающий? — Здесь для естественно научных был понижающий, для социогуманитарных повышающий. — А проценты какие? — А вот это вот вам надо обратиться к нашим аналитикам, потому что только они смогут объяснить вот эту формулу. Что здесь радует меня? Я гуманитарий, уж простите. Вы знаете, вы знаете, сегодня в МИФИ проходят дискуссии как раз по поводу изменений, которым были проведены кьесы, и подозреваю, дискуссия очень жарко, я рада, что меня там нет. Спасибо большое, что пригласили именно в эти даты, уважительная причина не присутствовать. Любые комментарии либо вопросы, которые у вас есть, я буду признать, если вы их аккумулируете в один некий список вопросов и на английском языке пришлете мне, чтобы я смогла собрать эти ответы у наших аналитиков, так как, еще раз повторюсь, я компетентна во многих вопросах, но не вот в этих. Что интересно здесь? Это впервые примененная скидка на язык. То есть, если раньше мы не обращали внимания на национальные особенности, на язык публикации, здесь вы можете видеть вот этот вот, где он здесь у нас, языковой языковой индикатор. Вот, РФ. Это доля публикаций, доля, сейчас скажу, национальных публикаций на языке вдоль всех публикаций данной области знаний в мире. То есть, это индексируется с тем, чтобы помочь нейтрализовать эффект английского языка. Может быть, не совсем понятно объясняю, но, короче, для россиян это хорошо. Потому что... Зоя, здесь же в любом случае этот журнал, надо сказать, этот журнал, он должен быть в любом случае в скопусе, правильно? Да, совершенно верно. Мы рассматриваем только журналы, индексированные скопуси. но этот журнал, а то... Я почему говорю, когда вы об этом там говорили при нашей встрече с ректорами, многие начали говорить, что вот, ну, в российских журналах. Дело в том, что у нас у гуманитариев в скопусе российских журналов там сгульки носа. Так, да? По экономике, по-моему, два или три журнала, юриспруденция один журнал, там, поэтому социология два журнала. Это зависит от рейтинга. В глобальном рейтинге вы абсолютно правы считается индекс цитирования на одного ППС, но если мы возьмем subject rankings или региональный рейтинг, там уже идут другие оценки, которые также принимают вот этого внимания, но, например, в евразийском рейтинге, который недавно выходил, мы не рассматриваем индекс цитирования на ППС, мы смотрим продуктивность, то есть количество публикаций. Number of publication is citation paper, не citation paper faculty, а citation paper. Соответственно, да, действительно, социогуманитарных журналов, изданий в скопусе не так уж много, но этот фактор имеет значение для тех профессоров, у которых есть прекрасные исследования, но нет владения английским языком. Соответственно, жизнь в этом плане чуть-чуть облегчается. Возможно, незначительно, потому что, сами видите, сколько здесь разных индикаторов, я даже не берусь оценить как бы вес вот конкретно вот этого показателя в общей формуле, но, по крайней мере, мы постарались учесть факт именно национальных публикаций, там, неважно, китайский, российский, не английский язык. Журналы поделены по областям или по ключевым словам? То есть, например, грубо говоря, может быть, журнал там какой-то инженерии, а ключевые слова там мультидисциплинарные. Сопротивляю с материалом по танцам на помосте. Скопус ввел, вернее, как, у него давно существовали определенные коды, когда вы туда заходите, для каждого издания, во-первых, вы видите код атрибуции по областям знаний, по предметным областям, а если статья идет как междисциплинарная, то она учитывается в равных степенях с тех дисциплинах, где она закодирована учитываться. То есть, если, например, идет статья по биомедицине, она учитывается и в рейтинге по медицине, и в рейтинге по биологическим направлениям. Это журнал должен и там, и там быть? И журнал, и статья. Статья имеет такие же коды при анализе. Но, опять же, чтобы просто объяснить это на таком правильном статистическом языке, пожалуйста, напишите запрос, и наши аналитики грамотно на него ответят. Так, двигаемся дальше. Российские университеты в глобальном рейтинге. Здесь я позволила себе сделать такой небольшой анализ. Вот 2005 год, пять университетов, горе-горе, ничего еще нету. И, соответственно, 2015 год, 21 университет. Для Казанского университета дорога была, скажем так, с кочками. В 2009, до 2009 года у нас с вами коммуникации вообще не было. То есть, те данные, которые мы использовали в самом начале, они были основаны не на той информации, что вы нам представляли, а той информации, что мы могли найти в открытых источниках. То есть, КиАС отправляла запросы российским университетам, но, к сожалению, тишина была нам ответом. Эта ситуация оставалась до 2009 года, пока я не стала заниматься именно на русском языке выгодом на связь. И вы можете видеть, что с накоплением данных, с изменением количества, с ростом количества участвующих вузов, вот у нас сначала было небольшое понижение, а сейчас идет, будем надеяться, небольшое или большое повышение. Так нельзя, Зоя, говорить. Это совершенно другие университеты. В 2010 году произошло объединение, и все ваши показатели, они некорректны, если их сравнивать с 2005 годом. Поэтому с 2005 до 2010 года был один университет, с 2010 года совершенно другой университет. Вы абсолютно правы. Знаменатель поменялся довольно сильно. И все поменялось, и структура поменялась, баланс университета поменялся, не только знаменатель. То, что вот сейчас начали учитывать, у нас в 2005 году естественно научный блок составлял более 50%. С 2010 года он стал где-то процентов 35, наверное, максимум составлять, если еще был такой. Потому что все университеты социогуманитарного блока присоединились. у нас ни медицины, ни инженерии, ничего там, ни нефти. Поэтому результаты 2010 года, вот нас сравнивают с 2010 года, мы движемся, либо не движемся, там, параметры такие. Да и 2010 год, наверное, не показательный. У нас реально где-то с 2012 года. то есть 10-й, 11-й, 12-й год это был процесс отдельного учета КГУ, там, всех присоединяемых вузы давали отдельно, потому что одновременно существовал федеральный университет, одновременно существовали все присоединяемые университеты. То есть где мы с вами сейчас находимся, Казанский финансово-экономический, он отдельный счет имел, отдельная отчетность была и все другие то же самое. Мы, по-моему, я боюсь соврать, общий слились в конце 2012 года. То есть это был первый отчетный период, да? Ну, реальный отчет как целиком мы начали давать в 2012 году. До этого все отчеты были некорректные 3-2,5 года, потому что параллельно существовало 7 вузов. Но они были корректны на тот момент времени, вероятно, да. Нет, но их можно было отнести, все данные взять и отнести к татарскому гуманитарному, точно так же, как к Казанскому университету. То есть процесс слияния, он не был одномоментный. Он произошел и параллельно шло закрытие тех вузов, перенес перенос имущества, отчетов, людей, переводы. Но вот я всегда говорю, что сравниваю, мы были похожи на людей, которые переезжали с одной квартиры на другую, на автомобиле там большом, писали статьи, рожали детей, готовили кушать, ругались, мирились и так далее. Поэтому это касается в основном всех федеральных вузов. Кто-то раньше это прошел, кто-то чуть позже. На самом деле, Решат Равкадович, смотрите, тогда это у нас даже в позитивную сторону, потому что, начиная с 2012-13 года, у нас идет... Мы сегодня первый раз приехали, надо было вас первый раз привезти в 2010-м году, и каждый год вы увидели наши изменения. Сейчас уже мы настолько доизменили, что сейчас у нас ряд директоров институтов готовы отдельно только позиционироваться и давать вам сведения. В этом случае, я думаю, эти институты могут вперед перескакивать. Я не возражаю до тех пор, пока они ставят правильные аффилиации в Скопусе. Да, нет, но им надо выделиться. Но у нас сделано так, в университете вряд ли кто-то из них выделится, потому что это невозможно стало. А то этот... Когда все плохо, все держимся за одно бревно. Когда у кого-то стало больше спасательного жилета, значит, плевать мы хотели на всех других, пусть они тонут, а мы вот крутые вылезем сейчас. Вот так не будет. Поэтому либо мы будем... Ну, понятно. Я просто сказал это насчет корректности сравнимости данных. Да, вы абсолютно правы. Спасибо за поправку. И то же самое наверняка можно сказать и про Уральский федеральный, и Дальневосточный федеральный, которые проходили через те же болезненные процессы. Мы с вами рассмотрели очень кратко глобальный рейтинг. Да, у нас время поджимает. Масса есть других рейтингов, которые мы выпускаем. Предметные рейтинги, региональные и прочее. И вот здесь представлено сравнение методологии разные веса для разных индикаторов, для разных рейтингов. При этом обращаю внимание, что данные, которые вы нам представляете, вы представляете их как бы единожды. То есть не надо каждый раз для нового рейтинга заполнять то же самое еще и еще раз. Можно сделать это один раз в год и не печалиться. Можно делать это по отдельности, дополняя, допустим, такой параметр, как доля ППС, доля остепененности используется лишь для одного рейтинга. Соответственно, можно эти цифры представлять не так даже, когда цифры глобального рейтинга. Но, что важно понимать, все эти цифры с теми или иными весами так или иначе фигурируют. И университету не нужно делать выбор. Хотим в этом хотим участвовать, в этом не хотим. Вы есть, мы вас считаем. В тех случаях, когда у нас вникают какие-то вопросы или сомнения в аккуратности данных, в первую очередь, конечно, мы обращаемся к вам, просим подтвердить, показать, объяснить, обосновать. К счастью, это не было ни разу с Казанским федеральным университетом, но у нас бывают случаи с российскими университетами, когда мы не можем, скажем так, когда университет не убеждает нас в том, что какие-то определенные девиации, статистики, которые они показывают, имеют под собой реальное обоснование. Мы в таком случае обращаемся к министерству за подтверждением статистики, то есть мы используем разные источники информации. Поэтому, если кто-то из вас ведет коммуникацию с моими коллегами из аналитического офиса, прошу правильно с пониманием отнестись к тому, что они могут иногда весьма настойчиво просить, а вот почему вот это так, а раньше было по-другому, а почему у вас здесь рост на 2% и так далее. Говоря про уже упомянутый недавний рейтинг по Восточной Европе и Центральной Азии, не секрет, что он был запущен во многом по просьбе Ливанова для того, чтобы сравнить яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. Мы смотрим те страны, которые имеют более-менее одинаковую систему высшего образования. Разумеется, здесь российские университеты чувствуют себя достаточно неплохо, но, к сожалению, проект 5.100 не рассматривает региональные рейтинги как рейтинги для достижения цели. Однако, они рассматривают предметные рейтинги. Ну, вот, позиции, да, по евразийскому рейтингу, что здесь, да, для вас неплохо, как я уже упоминала, чтобы стоять на одном месте, надо бежать очень-очень быстро. В прошлом году наибольший такой удар по российским университетам выбившим их вниз нанесли турецкие университеты, которые впервые стали аккуратно собирать и подавать нам свою информацию. Если раньше они, как правило, игнорировали запросы, мы собирали статистику из открытых источников, после мероприятия, которые мы провели с Министерством образования Турции в прошлом году в их стенах, рынок активизировался и, к сожалению, ну, как к сожалению, объективно, многие из их показателей сдвинули турецкие вузы чуть-чуть вверх, а российские вузы и прочие вузы Восточной Европы чуть-чуть вниз. Это не значит, что ситуация сохранится так на прогнозируемом будущее вперед, но это те элементы, которые нужно иметь в виду. Предметные рейтинги. Вот такой немного то, что называется шумный слайд. В предметных рейтингах мы используем лишь четыре индикатора, и вот то, что я уже упоминала раньше разница между citation per faculty member. Здесь берется пункт citation, нет, вру, здесь также идет citation per faculty в ИКИ, в евразийском рейтинге идет citation per paper and paper per faculty. Обратите, обратите, пожалуйста, внимание, почему вот так я в самом начале у меня был очередной край, плач Ярославный, почему так важно мнение работодателя, мнение экспертного сообщества. Ряд предметных зон, особенно социогуманитарных, во многом, видите, больше, чем на 75-80% полагается именно на мнение академического сообщества и мнение работодателей. Для Arts and Humanities такие индикаторы, как индекс цитирования, практически нерелевантны. Именно поэтому нам очень важно правильно работать с работодателями, а предметные рейтинги проектом 5100 учитываются, обращаю ваше внимание. Если мы посмотрим на академические экспертные опросы по областям знаний, мы видим, что бизнес специализации имеет наибольшее количество ответов, более 21 тысячи респондентов ответило из этой области знаний. И далее вы можете по списку проверить, сколько людей отвечало из вашей предметной области и попытаться ситуацию улучшить. То, что я говорю, что счет идет не на сотни, на единицы, на десятки, это действительно так. Обратите внимание на правый край. Но что для нас актуально? Нерсинг. У нас же есть медицинское направление. Это медседра. Да. Или у вас нет обучения по этому направлению? Нет, если у нас есть. Нерсинг относится с высшим образованием, это американская система. У нас просто General Medicine. General Medicine у нас идет скорее как где-то она у нас была посерединке. Посерединке, да. Dentistry, хорошо. Видите, лишь 972 эксперта из этой области ответили. Вы можете сделать так, чтобы их стало более тысячи. Мы приглашаем к участию в вопросах. Если мы говорим про экспертное сообщество академического мира, кто может принять участие? Это руководитель лаборатории, декан, заведующий кафедрой, проректор, то есть человек, занимающий либо определенную руководящую должность в университете, либо ученый, у которого за последние пять лет была как минимум одна публикация в индексированном скопусе журнале. Соответственно, если человек, корреспондент, отвечает первому, либо второму условию, либо двум одновременно, он или она уже может принимать участие в вопросе. Что касается экспертов-работодателей, любой человек, не обязательно директор по персоналу, и скорее даже мы предпочтем не директора по персоналу, а реального специалиста, неважно, директор проекта, главный инженер, директор финансового департамента, может принять участие в вопросе, есть ли он или она работает в компании свыше пятидесяти человек, и имеет возможность принимать на работу свежих выпускников. и за последние двенадцать месяцев принял на работу как минимум одного выпускника, причем не обязательно вашего университета, любого университета. Мы делаем допущение, что если он принял на работу одного выпускника, он отинтервьюировал как минимум несколько человек из разных вузов, соответственно, обладает информацией о качестве выпускников в своем регионе, в своей стране. когда мы говорим про проходные границы для публикации по предметным зонам, вот здесь черненьким вы видите опять же та самая пресловутая нормализация, вот это количество публикаций по каждому из направлений, вот это то минимальное значение, которое нужно университету перевалить, чтобы начать фигурировать, быть рассмотренным именно по наукометрическим показателям в предметном рейтинге. Вся вот эта информация, которая, возможно, не очень хорошо представлена на слайдах, есть в открытом источнике на нашем сайте intelligenceunit.qs.com Пожалуйста, заходите и ковыряйте с ней, она там есть в открытом виде. Библиометрические показатели. Так, я понимаю, что мы, я задерживаюсь, на что обратить внимание. Ну, опять же, продолжение ответа про вопросы по скопусу, та самая, да, установка аффиляции, шапки на максимальные аффиляции, и, что очень важно, последний пункт, вот этот третий, мы по-прежнему добавляем новые университеты в наш аудит, и мы очень тесно сотрудничаем со скопусом, с тем, чтобы вот эти вот идентификаторы университетов были правильными. В вашем случае это сейчас уже более-менее выровнялось, но по-прежнему мы знаем, что наши ученые люди креативные, и даже если он у нас давно работает в университете, по-прежнему иногда случаются случаи, что в своей подпись он станет член-корреспондент РАН, а название вуза забывает упомянуть, либо упоминает его в такой вариации, которую скопус не может атрибутировать вашему университету. Поэтому каждый год, пожалуйста, я уверена, в университете эта работа ведется по вычленению правильных атрибуций всех статей, всех публикаций в вузу, если вы встречаете какое-то новое название, которое также должно быть атрибутировано вам, переименовался какой-то институт, добавилась еще одна лаборатория и следственный центр, пожалуйста, присылайте их нам. Если вы их не пришлете нам, мы их сами не сможем вычислить. Здесь нужно для того, чтобы всю эту информацию собирать аккуратно и полно, обновлять те списки имен, названия университета, которые у нас есть. Ну и, наконец, то, что мы говорили про верхние границы по аффилиациям, вот вы можете видеть, собственно, 0,1% он здесь представлен наглядно. То есть желтый блок – это верхняя граница аффилиаций, зеленая граница – это то, как они на сегодняшний момент, вот этот вот процент исключенных, и то, что было раньше. Вы видите, насколько аномальные высокие отклонения в медицине, биологии и естественных науках, науках о Земле. То есть вот эта вот нормализация, хочется верить, позволит нам более аккуратно оценивать библиометрические данные, ну да, библиометрические, наукометрические данные университетов. Профиль Казахского федерального университета по предметным областям. Здесь вы можете видеть, и полагаю, что многим из вас вот эта картинка знакома, мы ее рассылаем в университеты, и вуз может с ней ознакомить всех сотрудников. здесь показаны те предметы, где вы попали на радар, и чуть позже мы посмотрим, где же вы как бы пробили нижнюю границу и были посчитаны. Вы попали на радар Agriculture and Forestry, биологические науки, медицина, но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы войти в отрейтингованные списки. Точно так же вы попали на радар в разделе образования, экономические науки, социальные политики и администрирования, но, опять же, не вошли в списки отрейтинговых университетов. Почему я показываю вам вот эти предметные зоны? Это ваши точки роста. Это то, где у вас есть шансы, улучшив ряд показателей, войти в рейтингованные университеты. Опять же, химическое инженерное дело, electrical engineering, новое подразделение, новая предметная зона, выделенная, mineral and mining. Вы попали на радар. То есть, что означает попали на радар? Были упомянуты экспертами. Вот вы можете видеть, первый столбец это упоминание, это индексы, это не абсолютные цифры, это индексы упоминания в академических опросах, индексы упоминания в опросах работодателей, чем выше эта цифра, тем лучше, фигурирование в индексе цитирования и H-индекс, индекс Хирша, присутствие здесь. Это кумулятивный финальный индекс, здесь в зависимости от предметной зоны он будет обычно начинаться 52, 56 и выше, тоже зависит от именно предмета. где же мы попали на радар и вошли в число отрейтингованных, ну вот в естественных науках засветились во многих областях, вошли в число отрейтингованных по математике, физике и астрономии и в Arts and Humanities опять же засветились в нескольких, попали в лингвистике. Со стороны QS какие действия ведутся? Как вы можете видеть, каждый год мы расширяем количество предметов, которые мы охватываем, они идут в прямой корреляции с тем списком предметов, которые существуют в скопусе. Сделано это для того, чтобы нам было проще синхронизировать и считать публикации. Мы также двигаемся не только в ширину, в сторону расширения количества охвата их предметов, но и в глубину. Если изначально мы опубликовали лишь топ-100 по всем вот этим предметам, то сейчас в ряде областей мы публикуем топ-200, топ-400. Вот вы можете видеть, что математика, физика и астрономия публикуется больше, чем 350 лучших университетов именно по этим специальностям. Соответственно, вот наши потенциальные точки роста. Ну и в завершение, да, вот мы говорили про работу с академическим сообществом. из 76 с лишним тысяч ответов обработанных на ваш взгляд, какая доля приходится на Россию? Нет, ну где-то тысяч. В процентах, в долях. Ну это вы излишне пессимистичны. Не все так плохо. Но, тем не менее, 3,1% на мой взгляд субъективно по-прежнему не позволяет адекватно оценить ситуацию на российском высшем образовании. Особенно если мы сравним это с американскими 15% и с ответами из Великой Британии 6,6%. Просто даже элементарно в абсолютных цифрах по количеству людей, вовлеченных в академическую деятельность, мне кажется, на мой полупрофессиональный взгляд, цифра должна быть как минимум ближе к 5%. Хочется верить, что мы этого добьемся рано или поздно. Работодателей из 44 тысяч, на ваш взгляд, сколько приходится на Россию? Еще меньше, чем Казахстан или еще меньше, чем 3%? Ну да, меньше, 2,2%. Опять же, вспоминаем, сколько у нас бизнесов, сколько у нас больших компаний, сколько, в конце концов, наших выпускников работает за рубежом. И снова мы возвращаемся к тому, что я упоминала в самом начале, почему ваши выпускники это ваш капитал. Каким образом мы можем улучшить вот эту ситуацию? Если вы держите связь со своими выпускниками, кто сейчас работает за рубежом, каковы должны быть наши действия? Мы выходим на связь, говорим, дорогой друг, а вот не поинтересуешься ли ты, твой начальник, твой HR, твой еще кто-то, коллега, не дал ли свое добро, бы принять участие в международном исследовании КИЭС. И если человек говорит да, мы присылаем ему приглашение, то есть вы его присылаете нам, как рекомендованного эксперта, мы присылаем ему приглашение, и если этот человек работает бок о бок с вашим выпускником, то есть определенная вероятность, что он знаком с тем, какой вуз этот человек заканчивал, и есть вероятность, что он упомянет Казанский федеральный университет при ответе на вопросы. Почему упираю на международных экспертов? Потому что их вес, их голос весит больше, чем национальные эксперты. Соответственно, здесь очень важно делать правильную как приоритизацию. Последние слайды, которые я в ночи даже перевела на русский, чтобы подчеркнуть их значимость. 85% весит голос иностранного эксперта, голосующего за Россию. Кого мы считаем иностранцем? Любого нероссиянина. Будь он мексиканец, молдаванин или китаец, неважно, паспорт отличный от российского. Вот, очень хороший вопрос. У нас нет реальной возможности проверить паспорт каждого эксперта, очевидно. Но в вопросе работодателя мы просим идентифицировать его гражданство по рождению. Если у него по рождению российский паспорт, мы его считаем российским экспертом. 50 лет назад приехал и там живет, он уже себя не идентифицирует в страну. Тем не менее, правила таковы, что мы просим его указать гражданство по рождению. Но, опять же, если он скажет Америка на самом деле был Советский Союз, мы это никак не проверим. То, что я говорю, разумеется, я не призываю вас использовать все ресурсы, только не пиши, что у тебя был российский паспорт, но здесь идет идентификация по рождению. Кто может участвовать, я уже обрисовывала. И вот здесь я специально включила ссылки на те разделы нашего сайта, где вот это все показано в картинках, в цифрах, в статистике и прочем, в статистическом виде и прочее, прочее. Источники контактов, соответственно, мы уже проговорили, что очень важно, пожалуйста, не присылайте нам мертвые базы. То есть, иногда бывает, что вуз говорит, вот мы там проводили в прошлом году конференции, вот список делегатов, пожалуйста, мы их вам присылаем как экспертов. Оно так не работает. Пускай их будет лучше меньше, да лучше. Пускай это будут не 400 человек, а 200, но это те, с кем каждый из вас как-то проработал, предупредил, что, во-первых, попросил разрешение его рекомендовать, а во-вторых, предупредил, что тебя, возможно, попросят принять участие. Пожалуйста, поучаствуй. Потому что, если это мертвые списки, то, во-первых, они все равно не будут отвечать, половина имейлов будет дохлой, а во-вторых, в-третьих, даже если эти люди приезжали когда-то к вам на кампус, но связи с университетом не поддерживают, вряд ли они сыграют вам в плюс. Соответственно, какой смысл? А если эти люди уже эксперты? Тогда и они приняли участие еще раз, их свежий ответ перезапишет старый ответ. То есть, один голос одного эксперта считается лишь единожды за пять лет. Каждое свежее голосование уничтожает старый и переписывается заново. То есть, один и тот же человек может участвовать каждый год для того, чтобы сохранять максимальный вес своего голоса в результатах. Ну и, к примеру, четыре таких типичных профиля лучших университетов стран постсоветского пространства. Сильные и слабые стороны. Как я уже упоминала, соотношение студентов-профессоров на постсоветском пространстве, вот этот зеленый блок, это то, где мы впереди планеты всей. Действительно. К сожалению, мы также впереди планеты всей по самоцитированию. И это плохо. Потому что это как раз в чем принципиальное отличие библиометрических показателей, которые мы считаем. Мы исключаем самоцитирование из оценки. Поэтому, когда нам пишет университет, а вот вы нам прислали факт-файли такую цифру, а мы посчитали у себя по скобусу, у нас получилась другая цифра, как правило, в первую очередь подобные расхождения связаны с тем, что ВУЗ включает самоцитирование в оценку. Мы не включаем самоцитирование. Но, как мы можем видеть из этой диаграммы, помимо соотношения студентов-профессоров и более-менее приличной академической репутации, все остальные показатели это наши точки роста. Это то, над чем нам стоит работать. Дальше. Это пример, опять же, то, что я уже упоминала. Пожалуйста, держите нас в курсе всех возможных аффиляций, всех вариантов написания вашего названия университета, которые должны быть вам атрибутированы. Как составляются списки экспертов? Если вы подавали, вы уже эту табличку видели, тем не менее, еще раз напоминаю, что, пожалуйста, держите контакты то, что называется тепленькими. Очень простой способ, если есть некая СРМ-система в университете, работает обычно на ура, как напоминать о себе международным экспертам. Если у вас нет регулярного взаимодействия по каким-то научным темам, самые простые вещи это поздравления с праздниками. Есть у нас Новый год, есть у нас Ханука, есть там еще что-то. СРМ-система позволяет все это запрограммировать, и иногда даже ваше участие в этом и не нужно. Но, тем не менее, это идет за вашей подписью. Делайте письмо, разумеется, нестандартным, а чтобы это было дорогой Билл, было очень здорово повидаться с тобой полгода назад на конференции в Бостоне, напоминаем, где мы и как. Поздравляю тебя с замечательным Рождеством, надеюсь, что в следующем году ты приедешь в наш университет и прочитаешь нам лекцию на какую-нибудь интересную тему. Опять же, мы ни в коем случае не пишем, что наш университет самый лучший университет, если вдруг придет приглашение на Киес, голосуй за нас. Нет. Но мы очень политкорректно смотрим предыдущие слайды, кто у нас отвечает требованием, и если человек отвечает, вы его можете нам рекомендовать. Вчера все надо поздравлять каждую неделю с кем-то. Нет, 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 спамить не надо, вызовите аллергию. И, наконец, вот то, что я довольно регулярно прошу иногда ректоров даже себе распечатать и повесить, чтобы как такой reality-чек, все стремятся у нас стать университетами мирового класса. Но некоторым университетам это не нужно, некоторым не поможет. Смотрите просто, есть университет, и его стратегическое развитие должно в первую очередь стоять в главу угла. Ни в коем случае ни рейтинги, ни какие-то результаты мониторинга министерства, но именно те стратегические цели и задачи, которые вы сами для себя определяете в развитии. А вот эти элементы, университета мирового класса, они рано или поздно включаются, они становятся частью вашей реальности, если они укладываются в стратегию развития университета, органическую. Опять же, не искусственную, а органическую. небольшая аналитика, чем занимается КИС. Вот, что хотела упомянуть, говоря про ресурс topuniversities.com, я чуть раньше упоминала, наши волшебные 45 миллионов, надеюсь, что 50 сделаем в этом году. Обратите внимание на языки пользователей, откуда к нам приходят посетители. Вот здесь представлены пять наиболее популярных языков после английского. Соответственно, если вы заинтересованы в рекрутинге студентов из испаноговорящего региона, франкоговорящего, а это не только Франция, но и Африка, ну, Россия, русскоязычный, понятный регион, немецкоговорящий, турецкоговорящий, самый простой шаг для университета, для пиара, это, как я уже говорила, вы знакомы со своими выпускниками. Найдите интересную историю. Был вот у меня студент из, допустим, Турции, который приезжал, изучал химию и сейчас уехал, работает в Германии, в Басфе. Мы с удовольствием сделаем с ним интервью, расскажем о его интересной траектории, почему он выбрал Россию, почему он выбрал Казанский федеральный университет, как он оказался в Германии. Именно такие истории вызывают наибольший интерес у пользователей нашего сайта, а для университета, как я уже упоминала, это совершенно прекрасный бесплатный пиар. Слово «бесплатный» я очень люблю. И сайт одного из наших подразделений, Digital Solutions, это совершенно великолепная вещь для тех, кто у вас отвечает за контент вашего сайта, за коммуникации с социальными сетями. Помимо того, что там проходит разного рода вебинары на самые разные темы, там также лежит масса исследований из серии «Приоритеты студентов из Латинской Америки при выборе университета». Какие ключевые слова используют студенты из Индии при поиске магистрских программ, как оптимизировать сайт университета под поисковые машины и так далее и тому подобное. Все это в бесплатном, свободном доступе лежит. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь, используйте. Собственно, все. А, и, нет, не все. Вот почему выделила в отдельный сайт. Очень часто нам задают вопросы по методологии, по количеству ответов и прочему. Ответы на большинство вопросов уже есть у нас на сайте. Вот, intelligence-feeling-case.com. Опять же, есть библиотека исследований, есть библиотека аналитических работ, профили стран по разного рода информации, также по университетским сильным, слабым сторонам. Все это есть в открытом виде. Пожалуйста, изучайте, используйте. Ну, разумеется, в час с небольшим, что я здесь говорю, мы затонули лишь верхнюю часть айсберга, невозможно охватить весь тот массив информации, с которым мы работаем. Но те из вас, кто включены в процесс или будут включаться сейчас, пожалуйста, помните, что, опять же, каждый из вас имеет возможность реально оказать воздействие на позицию университета в международных рейтингах, по крайней мере, рейтингах КИЭС. Если есть вопросы, идеи, предложения, пожалуйста, вот мои контакты, обращайте. Спасибо. И у кого есть какие вопросы? Только прошу не комментировать, поскольку есть правила, изменения в правила вносить не стоит. Не стоит. Презентацию я уже передала вашим коллегам в виде PDF. Более того, вот, если бы было время, я еще хотела показать, мы делаем такую вещь, как анализ академической репутации. Вот те опросы, которые мы берем, мы делали сравнение всех университетов, участвующих в программе 5.100, кто за кого как голосует, откуда идут ваши эксперты, их должности. Но это тогда оставим на следующий раз, ваше разрешение. К сожалению, не могу, потому что наши коммерческие директора мне вообще не хотели давать доступ к этой системе, ибо стоит она каких-то там безумных денег. Но я могу оставить пару скриншотов. Но не для распространения. Нет, и вот это, где монорадар попали. Это у вас есть. Более того, это у вас есть в виде красивого PDF несколько страничного отчета. Есть еще вопросы, пожалуйста. Да, да, да. Есть, есть. Можно скажите, пожалуйста, вы используете для наукно-метрических показателей систему Scopus. Исключительно. Используете ли вы систему Web of Science, если нет, то почему нет? Потому что эти две системы, во-первых, перехлёстываются достаточно значительно, а во-вторых, исторически, с самого начала основания рейтинга ГИС, мы провели анализ и Web of Science, и Scopus, склонились общим голосованием в пользу Scopus, во многом благодаря их охвату географическому и предметному. И с тех пор Scopus мы не изменяем, что мне особенно лестно. Рейтинг ТИЧ, который все эти годы сидел на Thomson Reuters и кричал, что Scopus – это неполный, неправильный, вообще неадекватный библиотекарь, геометрический база данных с недавнего времени также перешёл на Scopus. Что только подтверждает правильность нашего выбора изначально. — А сейчас получается и Таймс, и Таймс, и Таймс, и Таймс, и Таймс, и Таймс, и Вы в Scopus. — Да. — Тогда... — Зачем нам Web of Science? — Да. — Для разнообразия. — Так, есть ещё вопросы? — Ага. — Пожалуйста. — А вы не могли бы рекомендируйте заключение журналов из Scopus? — С удовольствием. Эта работа ведётся планомерно, регулярно. Вы имеете в виду хищнические журналы, да, вот эту вот работу. Мы со своей... Эта работа ведёт в первую очередь Scopus. То есть мы здесь можем выступать исключительно как рекомендатели. Когда наше внимание привлекается к какому-то журналу, который индексирован в Scopus, но по мнению экспертов либо академического сообщества есть подозрения на его недобросовестность, мы пересылаем эту информацию команде Elsevier, и они уже принимают решение. Но здесь, к сожалению, это как та самая гидра, которой отрубишь одну голову, вырастает две новых, потому что, начиная с китайской библиометрической революции, когда их правительство стало активно стимулировать китайцев публиковаться в научных журналах, невзирая на качество оных журналов, это стало развиваться больше как бизнес, Это же рынок, стало бизнесом, вообще участие в рейтингах стало бизнесом, поэтому... Но если у вас есть намеки на какие-то журналы, присылайте. С субсидиями, то вряд ли кто бы из российских хозов там же участвовал, поэтому это и есть рынок, это и есть позиционирование... Нет, я думаю, некоторые все-таки бы участвовали, те, кто ориентированы на иностранных студентов. Ориентинация на иностранных студентов это тоже бизнес. Безусловно. Так же, как на рынке возникает законодательное ограничение, возникает компания, которая оказывает услуги по уменьшению налоговой базы и так далее. Это все... Что-то будет создаваться, что-то будет ликвидироваться, это постоянный процесс, то же самое с журналами, поэтому чего здесь... Но если говорить... Помните, мы про китайских одно ассистента, постдок, который резко выросл во всех рейтингах, Уральский университет, другие... Но это же вопрос такой. Точно так же у Фимской авиационной там один человек появился и пошло, да, то есть переходилось структуру в структуру. Но это жизнь, поэтому здесь кто-то будет ловить, кто-то будет придумывать новые механизмы. Это нормальная вещь, к этому просто надо привыкнуть. Так есть вопросы конкретные вот по выступлению? Нет, да? Если вдруг завтра проснётесь и скажете, а, надо было ещё вот это спросить, Мы вас доставим, не переживайте. Спасибо большое. Давайте похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну, а вот в этом, на сайте, который Зоя предложила ректорам вывешивать, значит, там есть первый пункт, это стратегия. Возвращаемся к тому, через чего начали. Спасибо большое. До свидания. Зоя, мы вас ждём всегда. Казань меняется. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok